Как небогатое естество, играющее в нас, Необходимо мастерство, гранящее алмаз. Тема сегодня очень простая — составление уравнений. Пожалуйста, прочитайте то, что на плашке, на 45-46 страницах. История там такая. В учебнике алгебры, который написал Исаак Ньютон, была такая табличка на русском языке. Купец имел некоторую сумму денег на языке алгебры. Икс. В первый год он истратил 100 фунтов на языке алгебры. Икс минус 100. К оставшейся сумме прибавил третью ее часть. Ньютон пишет, что на языке алгебры это вот так вот. То есть, если на 3 умножить и сложить, то это будет так. 4х минус 400 разделить на 3. В следующем году он вновь потратил 100 фунтов. Из 4х минус 400 разделить на 3 надо вычесть 100. Получится 4х минус 700 разделить на 3. Увеличил оставшуюся сумму на третью ее часть. Так вот, к этой сумме надо прибавить третью ее часть. Как интересно. Значит, 4х минус 700 разделить на 3 прибавить третью ее часть. 4х минус 700 разделить на 9. Общий знаменатель будет 9. Умножаем здесь на 3. 12, так это будет 16х. Минус 2100 минус 2800. Вот, вот, вот. Дальше. В следующем году он опять истратил 100 фунтов. Да, вот теперь давайте иду сюда. 16х минус 2800 разделить на 9. Значит, и истратил 100 фунтов. Это получится так. 16х минус 3700. Вот. После того, как он добавил к остатку третью его часть, надо к этому числу, в число 16х минус 3700 разделить на 9, прибавить третью его часть. 16х минус 3700 разделить на 27. Давайте посмотрим, что это будет такое. Это будет, значит, на 3 умножаю, чтобы был общий знаменательный 20. 48 и 64х на 3 умножаю 37 на 3. Это у нас будет 111, да еще 37. Это 148. Правильно? Да. 148 и 2 нулика. 14800. Так вот, а теперь в задаче говорят. После того, как он прибавил, потому что получилась третья часть, капитал стал вдвое больше первоначального. То есть получилось так, что 64х минус 14800 деленное на 27 вдвое больше первоначального. требуется узнать, какой первоначально был капитал купца. Но смотрите, что реально нужно. Решить уравнение. Для этого надо обе части умножить на 27. У нас получится такое равенство. 64х минус 14800 – это 54х. Вычитаю из обеих частей 54х. Получается 10х минус 14800 равняется 0. Ну, понятно. Х – это 1480 рублей. Ребят, разумеется, задачи, которые мы сейчас будем решать, гораздо проще. И это я просто скорее решил вас напугать, чем объяснить, что мы сегодня будем делать. А решать мы будем задачи, начиная с 306. Голова рыбы весит столько, сколько, сколько хвост и половина туловища. Туловище столько, сколько голова и хвост вместе. Хвост весит 1 килограмм. Сколько весит вся рыба? Пожалуйста. Все гораздо проще, чем было сформулировано. Пожалуйста, давайте. Мы туловище прием за х. Мы все-таки не туловище, а массу туловища. Обозначим буквы х. Итак, х килограммов – это масса туловища. Пишем. Пиши быстрее. Голова рыбы весит столько, сколько хвост и половина туловища. Отлично. Вот и пишем. Голова. Но голову можно... 1 плюс х пополам. Это написать надо. Голова. Голова весит столько, сколько хвост и половина туловища. Хвост – это 1 килограмм, половина туловища – это столько. Ну, а голову можно выразить туловище минус хвост. Потому что туловище – это голова и хвост вместе. Пожалуйста, пожалуйста. Равно х минус 1. Да. И теперь уравнение решаем. Стоп, 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 стоп. У Жашек. Не математическое, но педагогическое. Когда вы решаете такое уравнение, то во второй строчке у вас дробей уже не должно быть. Вы обе части должны умножить на 2, после этого дробей не будет, и после этого вы решите уже уравнение гораздо проще. Пожалуйста, на двойку умножайте обе части. Что у нас будет? Правильно. Плюс 2. Замечательно. Плюс 2. Нет. Не надо делать несколько действий сразу. Если мы умножаем на двойку, значит, мы умножаем на двойку. Слушайте, ребята, все эти задачи очень легкие. Только в школе вы тратите очень много времени на то, чтобы их научиться решать. Главная проблема состоит в том, что вам лень действовать последовательно. Вы пытаетесь сэкономить секунды, и за счет этого теряете многие годы жизни. Значит, смотрите. Мы сейчас умножаем обе части на 20. Что он пытается сделать? Он пытается одновременно сэкономить секундочку, одновременно перенести из этой части в это. Реальный результат. Он обязательно ошибется, потом должен будет, понимаете, когда человек пытается сделать несколько дел одновременно, обязательно запутаться. проще все-таки написать, равно 2х минус 2. Так. А вот теперь уже, смотрите, а вот теперь уже можно переносить двойку сюда, а х сюда. Нет, х уже не нужно. Здесь получится 2 плюс 2. А. А в правой части 2х минус х. И еще, ребята, это кажется мелочью, но опять-таки на это у него уйдет несколько лет жизни. Пока он наконец-то не поймет, что цифры для того и придуманы, чтобы отличаться от буквы Г, чтобы быть четко читаемыми. А поскольку мы за х приняли туловище, не туловище, массу туловища, то тут написано, что х это 4, а голова весит 3. Ответ какой? Рыба весит 8 килограмм. Отлично. Ответ 4 плюс 3 плюс 1 это 8. Спасибо. Во-первых, все решено правильно. Во-вторых, обращаю ваше внимание на стиль решения. Он читал условия и все время, что называется, работал с ним. То есть, брал одну часть условий, из нее что-то выводил, брал другую часть условий, из нее что-то выводил. На самом деле, гораздо лучше при решении таких задач договориться самому с собой вот о чем. Читаю условия задачи и полностью его, я не зря начал с длинной цитаты из книжки Ньютона. Помните, как он там? На русском языке, на языке алгебры. Понимаете? Полностью перевести на язык уравнений, а уже после этого с уравнениями разбираться и получать ответы. Давайте я объясню, как я бы сделал, если бы мне реально надо было решить эту задачу. Значит, ребята, смотрите, я читаю условия «голова рыбы». Я бы прямо так писал «голова». Ну, поскольку видно, что здесь речь идет о весе, то массу головы я как-нибудь обозначил бы. Поскольку здесь у нас туловище началось, то давайте я так же называется «у». Хотя я, конечно, начал бы «х», да, если честно. Итак, голова весит столько, сколько хвост и половина туловища. Я бы писал «хвост». Ну, опять-таки, я бы, конечно, писал «х», «у», «з», но чтобы было в соответствии с этим решением, напишу «хвост», «з». Дальше. Половина туловища. Массу туловища я обозначил бы, ну, понятно, буквой. И после этого, смотрите, голова весит столько, сколько хвост и половина туловища. Пишу. Голова весит столько, сколько хвост и половина туловища. Обратите внимание, у меня здесь три неизвестные. Это абсолютно не страшно. Дело в том, что в латинском алфавите, как вы знаете, сколько там, 26 букв, да? Ну, конечно, там есть буква «О», которую неудобно использовать из-за того, что она на ноль похожа. Ну, хорошо, он по крайней мере 25 абсолютно замечательный букв там есть. А еще буквы бывают большие, это еще 25 штук. А еще бывает греческий алфавит. букв всегда достаточно. Потому что три штуки это совсем не страшно. Дальше, смотрите. Туловище, это х, столько, сколько голова и хвост вместе. Голова и хвост вместе. Хвост весит один килограмм. Сколько весит рыба? Значит, вопрос такой. Х плюс у и плюс з, сколько весит? Господа, смотрите. Казалось бы, я написал систему уравнений более сложную, чем здесь. Здесь обошлись одним уравнением. но я зато, когда читал задачу, не думал. Я просто записывал ее условия. Вот там, понимаете, голова весит столько, сколько хвост и половина толще. Так и пишу. Туловище весит столько, сколько хвост и голова вместе. Так и пишу. То есть, я не хитрил и не смотрел, какое условие раньше, какое позже. Я просто писал все подряд. Теперь, как разбираться с этой системой? Опять-таки, не нужно никаких особых способностей. Называется метод последовательного исключения неизвестно. Что это такое? Скажем, если я здесь вижу, что z равно единице, то я мог сделать очень просто. Давайте я с хулиганю, конечно, в ситрале так нельзя, а я делаю так. Напишу здесь единицу, перепишу эту систему без буквы z. Смотрите, что у меня будет. y равняется единица плюс x пополам. x это y плюс единица. Что получилось? Количество уравнений уменьшилось на единицу. Раньше были три уравнения, теперь два. И одной неизвестной стало меньше. Теперь, что можно сделать дальше? Ну, я бы, наверное, сделал так. Я бы взял одну из этих букв и подставить, ну, не знаю, например, можно вместо y подставить сюда. Смотрите, что у меня тогда будет. x это единица плюс x пополам и плюс единица. Согласны? Вместо числа y я подставляю ну и все. Теперь умножаю на два обе части. Получается 2x это 2 плюс x плюс 2. Отнимаю x от обеих частей, получается, что x это 2 плюс 2, то есть x это число 4. Подставляю сюда, получаю, что y это 3. Значит, x плюс y это 4 плюс 3 плюс 1 это у нас 8. Понимаете? Ученик должен был разделить число x на двойку и к результату прибавить 3. А он по ошибке умножил число на 2 и от полученного произведения отнял тройку. Ответ все равно получился правильный. Какой? Ну, я думал подборы. У меня получилось, что четверка подходит. Потому что только можно четвернее число заставлять. Нельзя разделить нечетное. и у меня если 4 умножить на 2 и это во втором и 4 умножить разделить на 2 в первом случае будет 8. вы говорите, что если взять такое-то число, то все получится. Но это не решение задачи. Нужно найти число. То есть надо составить уравнение и его решить. А то, что вы предлагаете, вы просто показываете некоторый пример числа. А вдруг есть еще такие числа. Пожалуйста. х зеленая на 2 плюс 3 равно 5. Важная вещь. Не удобно писать так. Как скажу, вот эта запись абсолютно такая же в смысле математики. Только не равно 5, конечно, а совсем так. Да, да, да. равняется число 2х минус 3. Еще раз. Уравнение я вам составил. Все, садитесь. То есть х пополам плюс 3 это 2х минус 3. Уравнение составлено. Надо его решить. Деление пополам, да вообще деление удобно писать такой горизонтальной чертой, потому что его тогда очень хорошо видно. Мы же сегодня уже обсуждали, что разумно сделать, когда имеешь вот такое уравнение. Да? Надо умножить каждую часть. Конечно. Умножить все на двойку. Что получится? Получится. Когда умножаешь все на 2. Правильно. Когда половинку х умножаешь на 2 получаешь х. Дальше. плюс 2 умножить на 3 будет 6. Да. Равно? Да. Да. 4 уже будет. 4х. умножить несколько миллиметров. Обязательно написать так, чтобы одно выражение налезло на другое. Потому что с его точки зрения важно, чтобы ничего не было заметно. Потому что тогда учительница не заметит ошибку, и он получит свою пятерку соконтрольная. Ну, между тем, это же глупость. Честность она всегда выгодна. Итак, плюс 6 да равняется 4х минус х. 4х? Да. Минус х. Да. Из куда это отойдите? Обратите, пожалуйста, внимание. Пробал, который написал я. формулу, которую мы написали. В чем разница? В позже. Вы не понимаете, что есть такая вещь, как пробелка. Вот между плюсом и этой чертой должна быть разница. Должно быть какое-то свободное место. Здесь вы немножко отступили, а здесь уже опять-таки бессмысленная экономия. Абсолютно не надо ничего стирать. Просто на будущее. То же самое. Знак равенства. Понимаете, его надо уважать. Нужно, чтобы он был отделен, чтобы он был хорошо виден. Хорошо. 12 это... число 12 равно 3х. Значит, х это 4. х равен 4. х равняется 4. Спасибо вам большое. Все правильно. Следующая задача. Хозяин обещал работнику за год 12 рублей и кафтан. Но тот ушел через 7 месяцев. При расчете он получил... Сколько там он получил? Кафтан и 5 рублей. И 5 рублей. Вопрос. Сколько стоил кафтан? кафтан? Хозяин обещал работнику за год 12 рублей и кафтан. Но тот ушел через 7 месяцев. При расчете он получил кафтан и 5 рублей. Сколько стоит кафтан? на самом деле аналогичная задача в этой книжке есть под номером 26 но там числа так подобраны чтобы ответ был целым. Это совсем простая задача. А здесь ответ будет наоборот не целый. Но суть решения одна и та же. этапе будет под что бы нравится сделать мы будем умножать на одно и то же число. Ну, мы все переведем, чтобы потом и другое множить, а в 84 месяца. Ух ты! Это правильное решение. Оно неожиданное для меня. Обычно так школьники не решают, но молодец. Мне получилось. Действительно. Давай, я напишу. Значит, ребят, смотрите, смотрите, какой молодец. Он написал для 84 месяцев. Проще говоря, за 7 лет что произойдет? С одной стороны, это 7 раз по 12 месяцев. То есть надо умножить вот это на 7. Получается, а у больше 4 плюс х. Это будет 7 умножить на 12 плюс х. С другой стороны, это 12 раз по 7 месяцев. То есть 12 умножить на 5 плюс х. Все, спасибо, садитесь. Значит, ребят, это замечательное решение. Оно абсолютно правильное. И в довольно большом количестве случаев именно так и надо делать. То есть это называется рассмотрим наименьшее общее кратное. Есть такое замечательное понятие. Наименьшее общее кратное, вот у числа 7 и 12, это число 84. 84 – это наименьшее число, которое делится и на 7, и на 12. Так вот, 84 можно представить себе как 7 раз по 12 месяцев. Значит, тогда вот столько он получил бы за 84 месяца работы. А можно это получить как 12 раз по 7 месяцев. Решить это, конечно, очень легко. А именно, смотрите, 84 плюс 7х – это 60 плюс 12х. Так, 60 переношу налево, 7 переношу направо. Получается, я боюсь, что часть присутствующих не знает это правило. Но объяснять я вам сегодня, ребят, правда, не могу. Правило очень простое. Когда есть любое равенство, можно с другим знаком перенести в другую часть. Это такое важное школьное правило. Его объясняют обычно, показывая, вот весы, вот представь себе, если ты там с одной чашки, ну, не знаю, это, ребят, надо. Если у вас есть равенство, то можно из обеих частей вычесть 60. Тогда 60 здесь исчезнет, а здесь будет с минусом. И то же самое, из обеих частей можно вычесть 7х. То есть могу я и сразу догадаться, что это 5х. Вот, что у нас получается? Очень хорошо. 24, а здесь 5х. Тут 24, а тут 5х. 24 делим на 5, получаем 4,8. Можно было, конечно, и по-другому составлять уравнение. А именно, можно было наоборот взять и не за 84 месяца считать, а за более мелкий срок. А именно, смотрите, если за 12 месяцев нам дают 12 рублей и кафтан, то за 1 месяц нам, конечно, дают 1 рубль плюс 12 часть кафтана. Согласны? Теперь посчитаем, сколько будет за 7 месяцев. За 7 месяцев тогда у нас будет 7 плюс 7 двенадцатых из. Согласны? В 7 раз больше, чем вот это. 7 плюс 7 двенадцатых. И это должно быть у нас 5 плюс х. Между прочим, если на 12 умножить обе части, получите в точности то же самое уравнение. Потому что мы в любом случае должны посчитать один и тот же период времени двумя способами. Триста девятая задача с длинным условием и очень простым решением. В магазине спортивных товаров туристы покупали снаряжение. В магазине спортивных товаров туристы покупали снаряжение. Первый купил топорик и спальный мешок, заплатив 18 рублей. Второй купил два спальных мешка и рюкзак, заплатив 35 рублей. Третий купил топорик, спальный мешок и палатку, заплатив 68 рублей. Четвертый купил рюкзак, два спальных мешка и две палатки. Сколько заплатил четвертый турист? Давайте я коротку запишу. Ребята, я не буду здесь вводить x, y, z, а по первым буквам. Топорик и мешок спальный это 18 рублей. Дальше. Два спальных мешка и рюкзак получается 35 рублей. Топорик, спальный мешок и палатка стоят 68 рублей все вместе. А вопрос такой. Рюкзак, два спальных мешка и две палатки. Сколько стоят? Значит, смотрите, здесь дана система из трех уравнений с какими неизвестными? Топорик, мешок, рюкзак, палатка. С четырьмя неизвестными. А просят найти значение некоторого выражения. Вообще, бывает, что когда уравнений 3, а неизвестных 4, то ответ найти невозможно. Но в этом случае можно. Пожалуйста. Нам надо найти сколько вот этого. О нас уже известно, что два мешка и один рюкзак. 35 рублей. Значит, нам надо узнать, сколько два спальни мешка. Две палатки. Две палатки. У нас также известно, что топорик, палатка и спальный мешок равно 68. А топорик и спальный мешок 18. Значит, вот это вот равно 18. 68 мы отнимаем 18, получаем 40. И 40 умножаем на 2. Это 40? 50. 50. То есть вы говорите так, вот, из этих равенств следует, что палатка стоит 50 рублей. Значит, две палатки стоят 100 рублей. Правильно. И 100 рублей. Две палатки стоят 100 рублей. И значит, 100 рублей плюс 35 равно 135 рублей. Все правильно? Нет. Ребята, что такое нужно? Это 35 рублей. Это 100 рублей. И результат, действительно, 135. Конечно, я все-таки должен сказать несколько слов, что мы должны были бы сделать, если бы не догадались до такого, мне кажется, наиболее разумного в данной ситуации решения. Способ такой, когда у вас, когда у вас имеется система уравнений, то вы должны потихонечку исключать неизвестное. Рассказываю, вот здесь вот у вас есть три уравнения, можно любую из присутствующих там неизвестных выразить через остальные и ее отовсюду исключить. То есть, например, как компьютер бы решал такого типа систему? Да очень просто. Он бы написал, что t это 18 минус m. Запомнил бы это, и во всем, что ниже, везде вместо t написал бы 18 минус m. А именно, это бы уравнение переписал без изменений. А здесь вместо t плюс m автоматически написал бы 18. Получил бы здесь 18 плюс p равняется 68. Заметьте, никакого особого интеллекта для этого не надо. Мы просто исключили одну неизвестную. Вопрос остался тот же самый. r плюс 2m плюс 2p чему равно. Но уравнений уже стало меньше. Вместо r надо писать 35 минус 2m. И когда вы сюда подставите, то как раз и будет здесь 35. Ну, вообще, все получится. 310. Бутылка и стакан весят столько же, сколько кувшин. Бутылка весит столько же, сколько стакан и тарелка. 2 кувшина весят столько же, сколько 3 тарелки. Сколько стаканов уравновешивают одну бутылку. Значит, вот такая система. Значит, бутылка и стакан весят столько же, сколько кувшин. Бутылка весит столько же, сколько стакан и тарелка. Два кувшина весят столько же, сколько 3 тарелки. Вот это условие задачи. Сколько стаканов уравновешивают одну бутылку. Нет, бутылку. Значит, надо бутылку поделить на стакан. Массу бутылки поделить на массу стакана. Повторяю условие задачи. Бутылка и стакан весят столько же, сколько кувшин. Бутылка весит столько же, сколько стакан и тарелка. Два кувшина весят столько же, сколько 3 тарелки. Сколько стаканов уравновешивают одну бутылку. То есть, нужно разобраться с системой уравнений. Вы уже помните, самый простой, самый естественный способ это метод последовательного исключения неизвестных. Иногда его еще называют метод Гаусса. Последовательного исключения неизвестных. Гаусс вообще был великий человек. Еще пример Гаусса такой есть. У него не один метод. У него много методов. Он был астроном, физик, математик. Вот 10 декабря на вот этом замечательном митинге великом люди, некоторые были с портретами Гаусса. Знаете почему, да? Потому что Гаусс это один из основателей математической статистики. А статистика позволяет довольно легко отделить заведомо сфальсифицированные результаты от случайных. То есть, если в избирательных комиссиях, когда пишут лишнюю тысячу голосов в Единой России, или две тысячи, или сколько там пишут, то просто стандартный метод математической статистики, когда вы обследуете этот массив, видно, что данные были подделаны. Разумеется, статистика не может указать на самом деле правду, если везде сфальсифицировано. Но то, что была подделка, она указывает. Вот, поэтому некоторые говорят, что там 10 декабря это был митинг за Гауссом. Понятно, да? Можно бутылку заменить стаканом плюс тарелка. Стоп, 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 стоп. Это ровно и есть нужная нам мысль. Бутылка это стакан плюс тарелка. На самом деле можно было кушать, если... Да, один бутылку. Это неважно. Нужно какую-то неизвестную выразить через остальные. Вы настаиваете на том, что именно бутылку будете выражать? Да. Хорошо. На самом деле это не лучший способ, потому что нам придется тогда переписывать вопрос. Тут же была масса бутылки разделить на массу стакана. Но, я согласен. Дело в том, что не так важно, в каком порядке вы исключаете, неизвестно. Итак, пишем. Бутылка этот стакан раздает. Так? Да. Внимание. Дальше у нас вот этого уравнения не будет. И дальше везде надо букву Б истребить. Рассказываю, как это делается. Вот там, где была буква Б, надо написать с плюс т. Это с останется. И, естественно, кувшин останется. Этого уравнения, я уже сказал, не будет больше. Это уравнение останется один к одному. Удвоенная масса кувшина – это утроенная масса тарелки. Внимание. Нет. Остановись, пожалуйста. А теперь, понимаешь, это твоя проблема. Ты хочешь сразу сделать все операции и не успеваешь доделать первую из них. То есть, я еще не переписал это условие. Вот наш вопрос я еще не переписал. А ты уже хочешь здесь. Это стандартная проблема. Очень многие из вас начинают торопиться. Ах, я вижу, что я с плюс с. Какой я умный. Я знаю, что один плюс один – два. Срочно надо это здесь написать. И забывают о том, в чем они, собственно, занимались. Итак, вместо бутылки надо написать S плюс T. Поэтому, на самом деле, вопрос задачи вот такой. S плюс T на S, сколько будет? Обращаю внимание, что произошло. Количество уравнений сократилось с трех до двух. Так, что вы дальше предлагаете? Вот это вот увидеть, что двоец, да? Да, пожалуйста. Но остановись. Да это как раз как хамост. Я готов написать вам, что S плюс T это двойка. Но важнее другое. Мы должны делать следующий шаг исключения. Что это означает? Ну, плюс четыре стакана, займем в три тарелки. Что? Две тарелки плюс четыре стакана, в три тарелки. Смотри, надо просто взять, букву K навсегда убрать. K – это 2S плюс T. Согласен? И теперь надо подставить в это нижнее уравнение. Получится 2 умножить на 2S плюс T – это 3T. Две? Да, пожалуйста. Тут заметно, что два кувшина – это две бутылки и две стаканы. Два стакана. Две бутылки и два стакана. Да. Два кувшина – это две бутылки и две стаканы. Да. Да. Ужас в том, что вы ничего не поняли. Кстати, на предыдущем кружке то же самое было с этой задачей. Потому что соблазн казаться умным, он, к сожалению, перевешивает в вас желание научиться решать. Почему это может? У меня есть мысль, если вот тут 2 умножить на 2 стакана, то тут получается, что если 2 умножить на 2 стакана, равняется 2 тарелки. У меня же проблема сейчас не в этих конкретных вычислениях. Проблема в том, чтобы вы поняли, чем мы вообще занимаемся, а, к сожалению, именно эту-то логику вы не понимаете. Вы не понимаете такую вещь, что, конечно, в каких-то простых задачах, может быть, можно взять и увидеть, что там «ах, вот здесь вот совпало, значит». Но наша цель научиться решать любую такую задачу. И поэтому для меня вот что принципиально важно. Были какие-то 3 уравнения и был какой-то вопрос. Мне не так интересно, какой это именно был вопрос. У нас здесь произошло важное событие. Вместо 3 уравнений здесь 2 уравнения. И одной буквы уже не стало. Мы резко упростили задачу. При этом мне, если честно, все равно, какие это уравнения. Дальше. Помните, это не я выбрал, что букву «Б». Я хотел букву «К» выражать, но это без разницы. Дальше. Взяли и букву «К», например, выразили. Как 2С плюс Т выразили. Подставили сюда. Что от вас сейчас требуется? Всего лишь 1-3 скобки. Пожалуйста. Это 4 стакана плюс 2 тарелки. Да. Равно 3 тарелки. Ну по массе есть. 2 тарелки. Получается, тарелка равно 4 стакана. Да. А раз написано «Бутылка равно стакан плюс тарелка», то получается «Бутылка равно стакан плюс 4 стакана». Потому что он ничего не понимает. Он не понимает, о чем идет разговор. Понимаете? Это называется необычаемость. Это называется необычаемость. Он не слышит слова, которые к нему были обращены. Смотрите, что здесь я сказал. Что больше, в принципе, никаких бутылок у нас не будет. И после этой формулы никаких кувшинов у нас не будет. Но, тем не менее, он все равно. Все равно думает насчет бутылки. У тебя уже нет бутылки. Все. Эту неизвестную уже истребили. Мы уже переписали вопрос. Все, что от вас требуется, это вместо буквы Т подставить вот в это равенство 4с. И смотрите, что на самом деле должно было произойти. Значит, это с плюс 4с разделить на с. Сколько будет 5с разделить? Будет 5. Вот так на самом деле надо было действовать. Договорились? Итак, метод последовательного исключения неизвестных. Если вы неизвестную исключили, то не надо потом вспоминать, ах, какая она была хорошая. Бутылка это, поверьте, что стакан, тарелки и так далее. 311 задача. Написали два числа. К первому прибавили второе, получили третье. Ко второму прибавили третье, получили четвертое. К третьему прибавили четвертое, получили пятое. К четвертому прибавили пятое, получили шестое. Чему равна сумма шести выписанных чисел, если пятое число равно 7? Давайте я вам просто эту табличку составлю. Итак, у нас бывает первое число, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Давайте первое число обозначим буквой х, второе и век. А вот дальше, пожалуйста, вы сами напишите. Итак, написали два числа. К первому прибавили второе, получилось третье. Кто может выйти и написать соответствующую форму? Третье число это что? Ис-сегрит. Напишите. Ис-сегрит. Пожалуйста, пожалуйста. Четвертое число. Игрек. Напишите игрек. Четвертое число. Четвертое число. Это х плюс 2у. Икс плюс 2у. Третье число 2х. Не третье, а пятое. А, пятое число 2х плюс 3у. Правильно. Игрек напишите. И шестое это 3х плюс 5у. Отлично. Дальше я еще пока не дорешусь. Ну, может быть, вы сумеете написать условие? Условие такое. Пятое число равно 7. Пятое число. Да. Просто формулу. 2х плюс 3у. Пиши. Конечно, совершенно верно. Дано. 2х плюс 3у. Это у нас семерка. Отлично. Теперь вспомним вопрос. Чему равна сумма всех 6 выписанных чисел? Что вы должны сделать? Наверное, просто взять и сложить. Давайте напишем. x, y, x плюс y, x плюс 2у, 2х плюс 3у, 3х плюс 5у. Сколько же это все вместе? Много. Не так уж много. Надо пройти, отдельно считая x, а потом второй раз пройти, отдельно считая y. Давайте вместе считать. x, 1. Дальше. Второй. Третий. 8х. Раз, два, четыре, семь, двенадцать. Можно я? Да, пожалуйста. Тут включается оброн. Четыре. Молодец. Догадался. Четыре вынести без скобки. Да, да, да. Спасибо. Молодец. Все, все понятно. Четыре на семь, они сами смогут умножить. Какой ответ получится? 28. Получается 28. 28, конечно. Получается ответ на 28. Ребята, между прочим, забавная штука. У вас x появилось раньше, чем у нас. Однако здесь у вас 8x и 12y. Вам не кажется это странным? Да. Там в конце 5y. Так у нас видно, что странным образом здесь коэффициенты при x. 1, 2, 3. Коэффициенты при y. 2, 3, 5. То есть вроде появилось позже, а коэффициенты больше. Вот так хитро жить настроено. Хорошо. 312-я задача. Карандаш в 6 раз дешевле альбома. Ручка в 2 раза дешевле альбома. Альбом стоит на 2 рубля больше, чем ручка и карандаш вместе. Сколько стоит ручка, альбом, карандаш? Карандаш в 6 раз дешевле альбома. Ручка в 2 раза дешевле альбома. Альбом стоит на 2 рубля больше, чем ручка и карандаш вместе. Сколько стоят карандаш, ручка и альбом по отдельности? Ну, давайте сразу пишем. Как написать уравнением, что карандаш в 6 раз дешевле альбома? Значит, альбом, давайте буквы А позначим стоимость альбома, в 6 раз дороже, чем карандаш. Согласны? Как написать, что ручка в 2 раза дешевле альбома? Отлично. Альбом стоит на 2 рубля больше, чем ручка и карандаш. Как это написать? Альбом стоит как ручка, карандаш и плюс еще 2 рубля. Согласны? Так вот, ребят, у нас, заметьте, сейчас просто система из трех уравнений. Совершенно бесхитностная. Три уравнения и три неизвестные. Требуется решить опять стандартный сегодняшний способ. А именно, мы с вами будем потихонечку исключать переменные. Ну, какую? Альбом. Карандаш. Конечно, альбом проще всего. Смотрите, вот самые первые уравнения берем и говорим, что оно у нас выражает альбом, как 6 карандашей. А остальные переписываем, вместо альбома подставляя карандаши. 6 карандашей это 2р. То же самое. 6 карандашей это r плюс k плюс 2. Смотрите, теперь система из двух уравнений с двумя неизвестными. Кстати, ее можно немножко упростить. Вот здесь вот на 2 поделить обе части. Что у нас будет? 3. А, а тут k равно... r будет равняться... 5 карандашей... Нет, не 5. А 3k. r это 3k. Смотрите, в чем замечательная идея, ребят. Я переписываю вот это второе уравнение, и у меня буквы r уже больше не будет. А именно, 6k это 3k плюс k и плюс 2. Поняли? Так, 4k вычитаю. Что у меня получается? 2k плюс уравнение. 2k это 2. Значит, k это сколько? 1. k это 1. Значит, смотрите, когда решаешь таким образом систему уравнений, то история всегда одна и та же. Было сначала много уравнений и много неизвестно. Ну, 3 штуки не так много, конечно. Кстати, на компьютере решаются системы уравнений с многими тысячами неизвестных. Ого. Да? Нет, не конфеты. Я вам больше скажу. Когда у вас работают самые простые программы, то на самом деле там решается огромное количество линейных уравнений. Могу рассказать. Вот представьте себе, вам показывают строчку текста. Вы думаете, что там нет линейных уравнений? Нет. Как ни странно, есть. Да. Рассказываю. Вот у вас есть строка текста. Вы понимаете, что... Ну, не знаю, там у папа была самая, да? У папа была... Опа! Вылезла. А нельзя же так? Поэтому что нужно сделать, чтобы компьютер сам сделал? Перенести. Либо перенести, либо сократить здесь пробелы. Согласны? Да. А как их сокращать? Пропорционально. Потому что нехорошо, когда один пробел сократят сильно. Понимаете? Так вот, ребята, даже чтобы показать вам одну страничку текста, компьютер решает огромное количество всяких линейных уравнений, неравенств. Кому интересно, можете... Там целая наука на этот счет. Есть фотография. Можете все это почитать. Не буду подробнее говорить, но смысл такой. Даже для таких операций нужно решение огромного количества линейных уравнений. Что уж говорить о более серьезных делах. Так вот. Значит, К равно единица. Нашли? Теперь идем, поднимаемся сюда. Ручка стоит... Сколько стоит? Три рубля. Правильно. Ручка стоит три рубля. Альбом шесть. Альбом шесть. Все. Все, ребята, все. Ручка три рубля, альбом шесть. Мы с вами все сделали. Систему решили. Тринадцатая задача. В трех ящиках лежат орехи. В первом ящике на шесть орехов меньше, чем в двух других вместе. Давайте я напишу. В первом на шесть меньше, чем в двух других вместе. А во втором на десять орехов меньше, чем в первом и третьем вместе. Значит, во втором на десять орехов меньше, чем в первом и третьем вместе. Чем в первом и третьем вместе. Сколько орехов в третьем ящике. Давайте сделаем так. Количество орехов в первом ящике. Обозначим буквы х, во втором у, в третьем z и сумеем написать соответствующие уравнения. Просто вот тот текст, который у меня там написан на русском языке, нужно перевести на язык алгебры. Значит, это первый ящик, второй, третий. Значит, здесь х, здесь y и здесь z орехов лежат. Надо написать каким-то равенством, какой-то формулой, вот это утверждение. В первом на шесть орехов меньше, чем в двух других вместе. Пожалуйста. Можно написать. x равен y плюс z опять 6. z не так пишется. Палочка еще лучше посиди. y плюс z минус 6. Отлично. А второе условие? Это получается y равен x плюс z опять 10. Молодец. А вот теперь смотрите, в чем задача. дали два уравнения и спрашивают, чему равняется z. Заметьте, мы не можем найти все неизвестные z. Числа x и y на самом деле из этих уравнений найти нельзя. А вот z можно. Давайте же это сделаем. Данные два уравнения. x равняется y плюс z минус 6. y это z плюс x минус 10. Требуется найти величину z. x равняется y плюс z минус 10. И вот пока решаете одно странное жизненное наблюдение. О, зимой России. И о ужас. Кто же там? На НТВ. Это канал, ну, там, 10 лет назад там работали приличные журналисты. Там было довольно много замечательных людей. Там Карамурза, Кеселев, Соротино. Сейчас, в 2001 году канал был подвергнен жесточайшей цензуре, всех приличных журналистов оттуда выгнали. Замечательно. Ну, казалось бы, был создан канал для того, чтобы показывать всякую расчлененку, порнографию и так далее. И вдруг вчера вечером передача называется «Герои России». И кого же я там вижу? Ольга Романова. Это журналистка, которая сумела спасти своего мужа, его посадили в тюрьму, она его оттуда сумела вызвать. И еще несколько людей, которых до этого, ну, там, как им сказать, ну, абсолютно... У меня бабушка смотрела этот фильм. Вот, вот, абсолютно, абсолютно удивительная история. То есть, еще там, неделю или две назад, представить себе, что на этом канале будут таких приличных людей показывать, и называть их не, там, шавками Запада, а действительно называть героями России, было совершенно невозможно. Сначала на мгновение я удивился, а потом я понял. Ребята, это на самом деле вещь абсолютно закономерная. То, что именно НТВ, как только вот малейший проблик свободы появился, что именно они сразу побежали показывать приличных людей и пытаются, рассказывают. Вот эти вот журналисты, которых в свое время набрали на место приличных журналистов. Они, конечно, получили большие зарплаты, они знали, что должны лгать, но при этом внутренне они получили страшную травму. Понимаете? Им было объяснено, что вот до вас здесь работали нормальные люди, а вы пришли, их убрали и, ну, понятно, да? И, так сказать, ваша функция состоит в том, чтобы работать вместо приличных людей. А никому никогда не хочется внутренне считать себя сволочью. То есть, они вот все эти 10 лет свято выполняли приказы, там, брали, ну, в общем, гадили, но при этом внутри, хоть им оплатили огромные зарплаты, все равно они, как ни странно, были оскорблены. Поняли, да? Там удивительная была вещь в этой передаче. Единственный человек, который заступался за Путина и который пытался объяснить, что все эти преступления так и должно быть, это был Колесников и тот, как ни странно, в отставке. Был такой чудовищный совершенно прокурор, абсолютно неприличный человек. Вот, по какой-то там своей непонятной истории он был в отставке и в результате передача была, ну, совершенно все реалистическое, да? Во-первых, происходит на канале НТВ, который в свое время был просто вот, ну, специально сделан для того, чтобы приличных людей, что называется, мочить, да, как говорит Путин. Вот, с другой стороны, там за Путина заступался только один Колесников и тот в отставке. Где-то я читала, по-моему, Ходорковский на НТВ большие деньги перевел. Это, 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 это не за деньги. Это за деньги не делается. Это называют, это, 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 это все, это не за деньги. Такие вещи за деньги не делаются. Когда Медведев на... Ребята, вот это удивительная, на самом деле, вещь, да? Вот это, что называется, вам тоже когда-то быть начальниками, только есть простое правило, подчиненных нельзя унижать. Когда Медведев получал доклад от Чурова о выборах, да? То, смотрите, президент получает доклад от этого самого, как его там называют, председателя избирательной комиссии. Оба знают, что выборы подделаны, потому что вся страна знает. Казалось бы, ну, он тебе там докладывает, ну, что называется, выслушает. Ну, что если решили, да, что у нас подделывают, то решили. А что делает Медведев? Медведев, он говорит Чурову, прямо вот в эфир, прямо, да вы волшебник, батенька. Как вы такие цифры сумелены? Понимаете? Каким образом Путин сумел этого добиться, что его ближайший соратник? Не думайте, что это случайная фраза. У Медведева не было способа отомстить за унижение по-другому. Но он понимал, что если он сейчас скажет, да вы волшебник, батенька, как вы такие цифры сумели нарисовать, то это запомнят. И сейчас очень многие люди называют Чурова действительно волшебником. С подачи Медведева. То есть, понимаете, человека унизили. Казалось бы, ему дали президентскую зарплату. Казалось бы, ну, что-то эти его даже называли президентом. Но, поскольку публично о него вытягивали ноги, то даже он не удержался. Вот это очень важная вещь. В жизни далеко не все измеряется деньгами. Некоторые вещи, а вот человеческое достоинство, можно десятилетиями унижать, но в какой-то момент, причем в тот момент, когда, ну, казалось бы, уже все. Уже все. Казалось бы, НТВ это уже такой, ну, просто вот гадюшник, что... Оно сработает. Оно сработает. Потому что, вот, пусть за зарплаты, но они помнят, что Сорокина приличная журналистка. И им хочется перед своими семьями как-то, как-то, ну, в какой-то момент доказать, что, ну, мы же тоже. Ну, пусть нас поставили сюда, но, ну, мы же тоже. Видите, у них вот это вот копилось-копилось-копилось 10 лет. И в какой-то момент это прорвется. Никогда нельзя унижать людей. Потому что все равно, рано или поздно, это вам вылится. Так, ну, чего делаем с уравнением? Что вы? Вы не понимаете, что делать? Опять метод последовательного исключения. Склада. Что это в данном случае означает? Когда у вас есть два уравнения. Надо исключить одно из них. Надо исключить одно из них. Молодец. А сейчас, если честно, что-нибудь разница какой-то. Берешь вот это. Икс. И что? Проживание изыграл. Нет. Зачем выражать? Подставляешь сюда. Два икс. Разве не понятно? Давай так. Получается. Конечно. Плюс два икс. Еще раз. Переписываешь вот эту строчку. Только там, где был икс, возникнет вот это длинное выражение. Пожалуйста. Игрек равняется. Да. Отдавите, пожалуйста, на секунду. Это та самая ошибка. Это есть огромная доска. Почему нельзя предусмотреть пробел? Пожалуйста, перепишите заново. И без ошибок. Итак. Игрек. Дальше. Какой-то пробел. Пробел. Что, платите за этот миллиметр? Пробел опять. Да. Дальше. Игрек. Плюс. Знаете, полиграфисты иногда это называют воздухом. И когда вот страница вот так вот набрана, так, что буквы в букве и нигде нет свободного места, то действительно возникает ощущение, что тяжело дышать. Это действительно, ребята, совсем без пробелов текст очень трудно читать. Так. Давайте-ка посмотрим, что мы написали. Игрек плюс з минус шесть. А, ну вы сразу з добавили, стало два з. Ну, хорошо. Хорошо. Что тебе надо сделать, Даша? Упростить, это значит вот что. Здесь ирек. Здесь ирек. Надо убрать. Да. Получится здесь ноль. Разнак равенства строится. А здесь два з. Так, и догадайтесь. Минус шесть и минус десять. Это сколько? Минус шестнадцать. Совершенно верно. Два з. Минус шестнадцать. Можете теперь понять, чему равно з? Два з равняется шестнадцати. Чему равняется з? Восьми. Конечно, восьми. Итак, два з равняется шестнадцати. З равно... Восьми. Восьми. Спасибо. Вы абсолютно правы. Значит, ребята, ровно то же самое можно было сказать по-другому. Сложим эти уравнения. Если честно, по сути, никакой разницы нет. Сложим эти уравнения. Получилось бы так. Слева получилось бы х плюс у, а справа бы получилось у плюс з минус шесть плюс х плюс з минус десять. Так вот, глядите. Х здесь есть и здесь тоже. У здесь есть и здесь тоже. Значит, их надо выбросить из обеих частей. И получается такое равенство. Ноль это з минус шесть плюс з минус десять. Ну, опять, два з минус шестнадцать это ноль. То есть, два з шестнадцать. И все у нас получается. Существенной разницы нет. Потому что, по сути, это просто одно и то же. Ну, что ж, великая задача. Есть легенда, Диафанта, что на камне, над могилой Диафанта, на камне была такая надпись. Здесь погребен Диафант. Диафант – это великий греческий математик. Он в основном занимался теорией чисел. Совершенно удивительные у него работы. Вот, понимаете, тогда еще толком обозначение даже. Вот эта вот наша алгебраическая символика тогда была абсолютно неизвестна. Кстати, кто придумал обозначать х, и, и, знаете? Диафанта? Нет. Декарт. Рене Декарт. Такой вот замечательный был французский математик. Семнадцатый век. То есть, понимаете, древние греки – это абсолютно давно, и обозначения совершенно чудовищные были у Диафанта. Тем не менее, он придумал многие методы, которые потом переоткрывались. Здесь, вот, ну, в общем, он очень сильно продвинул теорию чисел. Так вот, здесь погребен Диафант, и камень могильный расскажет, сколь долг был век его жизни. Часть шестую ее составляло прекрасное детство. Двенадцатой части равна его светлая юность. Еще часть седьмая прошла, браком себя сочетал. Пять лет прошло, и послал Гиминей ему сына, Коему рок половину лишь жизни прекрасной дал по сравнению с отцом. И в печали глубокой старец кончину воспринял, Четыре лишь года с тех пор прожив, как сына лишился. Скольких лет жизни достигнув, смерть воспринял Диафант. Разумеется, возраст мы его обозначим буквой Х. Ну вот, честную игру составляла прекрасное детство. Одна шестая Х. Молодец. Потом, так, двенадцатая часть равна его светлая юность. Плюс одна двенадцатая Х. Дальше. Потом еще часть седьмая прошла. Плюс одна седьмая Х. Так, а еще пять прошло лет. А потом прошло время, когда сын жил. Когда сын жил, а сын попрожил двое меньше. Плюс одна вторая Х. И после смерти сын Диафант прожил четыре года и умер. Плюс четыре равно Х. Это восемьдесят четыре. Восемьдесят четыре, да. Четырадцать восемьдесят... Стоп, ребят, давайте я просто скажу два слова. Как можно было чуть-чуть экономить мел. Ну, не думайте, что моя главная цель в жизни экономия имела. Но, тем не менее, смотрите. Вот здесь он пишет. Одна шестая Х. Роза тоже самое. Можно внецать и скобок. Можно вот так написать. Х разделить на шесть. Плюс Х разделить на двенадцать. Плюс Х разделить на семь. Плюс 5 плюс Х разделить на два. Плюс четыре равняется Х. Согласны? Да. Конечно, экономия небольшая. Но, с другой стороны, эти единицы совершенно не нужны. Это, знаете, есть такая замечательная вещь. Как, скажем, умножать дробь одна пятая на число три. Есть замечательный школьный способ. Легко. Три – это три первых. Поэтому пишем умножить на три первых. Пишем один умножить на три. Разделить на пять умножить на один. То есть, получается ответ три пятых. Это не способ. А ты подумайте, что человек здесь делал. Его спрашивали, сколько будет, если три раза возьмешь одну пятую. Ответ. Это будет, если три раза возьмешь одну пятую. Вот. Так вот, смотрите. А сейчас вы делаете, если честно, ту же самую ошибку. Я просто не хочу, чтобы вы лишнего писали. Господа, смотрите, что он сейчас хочет сделать. Он хочет здесь написать. 14,84х. Плюс 7,84х. Плюс 12,84х. Плюс... Четыреста двадцать восемьдесят четвертых. Четыреста двадцать восемьдесят четвертых. Плюс 42,84х. Плюс... А это не пять х. Не х, не х. Конечно, не х. Спасибо, да. И это будет все равняться восьмидесяти четверем. Восьмидесяти четверем. Ребята, после этого он будет специально отбрасывать восемьдесят четыре. Между тем... Я же простой сползал. Надо с самого начала, с самого восемьдесят четыре, написать. Так? Рассказываю. Надо просто взять. И все, что в этой формуле есть, умножить на восемьдесят четыре. Поскольку вы еще не очень привыкли к этому, то давайте я так и напишу. Умножим обе части на восемьдесят четыре. Так, это я вам доверяю. Пожалуйста, пишите. Восемьдесят четыре разделить на шесть сколько будет? Четыре. Пишем, пишем. Четырнадцать х. Плюс. Семь. Да. Заметьте, по сути, это то же самое, что он там бы писал с этими восемьдесят четвертыми. Плюс пять, плюс сорок две и... Стоп, 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 стоп. А вот это ошибка. А вот это серьезная ошибка. Ребята, смотрите, дорогие мои. Вот здесь вот у нас есть числа пять и четыре. Согласны? День. Во-первых, конечно, девять. А во-вторых, не просто девять, а девять, умноженное на восемьдесят четыре. Так, и вот еще одна вещь. Не обязательно сразу умножать. Написал девять на восемьдесят четыре и замечательно. Так, и равняется это... Вот сюда, если вы научитесь писать. Вот смотрите, вы четырнадцать здесь написали вот так, а восемьдесят четыре у вас стало значительно меньше. Пожалуйста, напишите нормального размера. Чтобы они у вас все были такие же, как там цифры. Так, сюда, два. Да. Здесь восемьдесят четыре. Отлично. Теперь складываем, и получается семьдесят пять икс. Точно? Четырнадцать и семь, двадцать один. Здесь будет тридцать три. Тридцать три, сорок два, действительно, семьдесят пять. Плюс девять умножить на восемьдесят четыре. На восемьдесят четыре одно восемьдесят четыре икс. От обеих частей отнимаем семьдесят пять икс, что будет? Девять умножить на восемьдесят четыре. Да. А тут у нас как бы тоже умножение. Только не как бы, а умножение. Как бы умножить. Их равно на восемьдесят четыре. И сколько он, пожалуй, лет? Восемьдесят четыре. Отлично, да. Кстати, вы знаете шутку про слова «как бы» и «типо»? Нет. Сейчас, к счастью, эта эпидемия прошла, а было время, когда школьники, да и, к сожалению, не только школьники, просто через слово говорили, там «я типа учусь как бы типа математики». Так вот, смотрите, в английском языке, как известно, есть неопределённый артикль. Правильно? Мы не в школе им как-то сейчас изучали. Да. Там же есть определённый артикль «зэ». Отлично. А теперь, посмотрите, в русском языке, разумеется, эти мысли передать можно, потому что любую мысль на любом существующем языке передать можно, да? Но именно артикли, системы артиклей в русском языке нет. Так вот, возникло новое слово. Слово «типа». Это «типа» неопределённый артикль. Поняли? Это не вполне неопределённый артикль, это «типа» придумали неопределённый артикль. А вообще, если по совести, если по совести, я должен сказать, что это страшное, что происходит. Все эти «типа» «как бы» — это же слова, которые возникли из-за того, что люди не хотят брать на себя ответственности. «Я типа учусь». Понимаете, да? «Я как бы так думал». Это означает, что человек не хочет даже сам себе сказать правду и пытается вот так вот увильнуть, да? «Я типа нарушил сегодня дисциплину». Как? Нарушил, не нарушил? Нет, не нарушил. Не знаю, не знаю. Так, замечательная следующая задача. Четверо товарищей покупают лодку. Первый вносит половину суммы, вносимой остальными. Второй. Треть суммы, вносимой остальными. Третий. Четверть суммы, вносимой остальными. А четвертый вносит 130 рублей. Сколько стоит лодка? Значит, задача довольно важная для нас, поэтому давайте я нарушу. Итак, первый вносит половину суммы, вносимой остальными. Ну и так далее. Второй вносит треть суммы, вносимой остальными. Третий вносит четверть суммы, вносимой остальными. Четвертый вносит 130 рублей. Сколько стоит лодка? Безусловно, можно решить эту задачу, обозначив стоимость суммы, вносимые первым, вторым, третьим буквами x, y, z, составив систему. Но оказывается, что именно в этой задаче можно обойтись только одной неизвестной, а именно можно обозначить стоимость лодки какой-то буквой. Оказывается, тогда можно через число а выразить и то, сколько вносит первый, и сколько вносит второй, и сколько вносит третий. Послушайте, значит, начнем. Первый вносит половину суммы, которую вносят остальные. Значит, на самом деле, сколько он вносит? Он вносит половину суммы. Он вносит половину всей суммы. Четверть. Вы думаете, что четверть? Четверть. Вот представьте себе, что лодка стоит 100 рублей. Треть. Нет, а по-моему, треть. Треть, треть. Треть. Давайте порисуем. Вот у нас и вся сумма. Пусть по-вашему будет. Пусть четверть. То есть представьте себе, что первый человек внес четверть суммы. Вся сумма, вся стоимость лодки – это А рублей. Первый внес. Тогда скажите, пожалуйста, правда ли, что первый внес половину суммы, которую внесли остальные? Нет. Ложь. Вот. А на самом деле? Треть. Покажи. Нарисуй картинку. Или словами, как хочешь. Треть – это, получается, разделенное на три части. Желательно, все-таки равные части. Давайте мы немножко туда вот это сдвинем. Давайте поравнее рисуйте. Если лодка стоит, например, 300 рублей. Ну, игрушечная лодка. А что? Игрушечная маленькая лодка. Вполне запасно. 300 рублей? Да. 300 рублей. Одна треть – это будет 100 рублей. Да. Один внес 100 рублей, другие внесли 200 рублей. Значит, первый внес действительно половину суммы, которую внесли остальные. Согласны? Да. Вот. Молодец, все правильно. Значит, первый человек внес у нас с вами А разделить на три. Может быть, вы догадаетесь все-таки, сколько внес второй? Если известно, что он внес треть суммы. А может, второй внес одну четвертую? Конечно. Более того, картинка уже и нарисована. Вот эта картинка про вторую. Второй внес вот столько, а первый, третий и четвертый внесли все вместе вот это. Понимаете? Значит, давайте я еще раз прочитаю, чтобы вы забыли. Четверо товарищей покупают лодки. Это понятно. Первый вносит половину суммы, вносимой остальными. Значит, он внес третью часть. Второй внес треть суммы, вносимой остальными. Значит, господа, второй человек внес четвертую часть под стоимость лодки. Теперь, третий человек внес четверть суммы, вносимой остальными. Как это рисовать? Вот она вся сумма. Надо разделить на сколько частей? На пять. Конечно, на пять частей. Тогда третий человек вносит одну пятую, остальные вносят четыре пятые. Значит, третий человек вносит пятую часть. Отлично. Четвертый человек внес 130 рублей. Сколько стоит лодка? То есть, нужно составить уравнение и его решить. Пожалуйста. Я уже все, что нужно, вам написал. Первый внес А разделить на три. Второй А разделить на четыре. Третий А разделить на пять. Четвертый внес 130 рублей. Как это записать уравнением? Как найти число А? А разделить на 12. Нет, не то. Нет, стоп, очень важно. Услышите, как он произносит тропик? Как он произносит тропик? А3. А3. Ужас в том, что у него действительно в голове так и запоминается. А3. Обратите внимание, как правильно говорить. А третьих. Соответственно, это А четвертых. Ну, или, если хотите, совсем полностью А разделить на три. А разделить на четыре. Дело в том, что, когда вы говорите А3, то у вас нет ничего, что связывает эти два слова. Понимаете? На русском языке между словами обязательно должны быть отношения, подчиненности, связи. Итак, а третьих. Да, пожалуйста. А нет, я бы сказать оравнение. Да, так я про это не говорю. Пожалуйста, выходите, пишите. Господи, ему сейчас не хватит места. Сейчас не хватит места. Опа. Стоп. Опять эта ошибка. Простая важная ошибка. Дробная черта плюс. Дробная черта плюс. То есть, мы рассказываем. У любой формулы... Не надо убегать. Сейчас писать. У любой экономической формулы есть такая вещь, как центральный уз. Все знаки плюс, равно, минус, дробная черта, буквы, между прочим, должны располагаться относительно этой оси. Что это в данном случае означает? Когда вам нужно написать архидерис натрий, разумеется, это рисовать никогда не надо, но вы же не слепой, вы же понимаете, что надо написать вот так. Потом надо здесь написать знак плюс, правильно, а, молодец, да, плюс, все равно немножко не попадает, но это нормально. Научится, 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 да. А разделить на 5 плюс, сколько? 103. Отлично. А куда ты бежал? Решать, что ли. Решать побежал от доски, да? Нет. Нет, нет. Ты не убегай. Как мы это решаем дальше? Что мы делаем? Решаем. Насколько надо умножить обе части? Какое число, наименьшее, общее, кратное, тройки, четверки и пятерки? 60. Какое? 60. 3 умножить на 4, 12 умножить на 5, 60. Вы абсолютно правы. Так вот, пожалуйста, умножьте все на 60, и никаких дробей у вас уже не будет. Хорошо. Когда А умножаешь на 60, что получаешь? 60А. Пишем. 60А равно. Равно. Повторяю, мы все умножаем на 60. Да. 60А. Неверно. И А на 3А. 20А. 20, конечно. Потому что мы умножаем на 60, но при этом делим на 3. 20А. Плюс. Плюс. 15А. Правильно. Плюс. Нет, 15 все-таки А. Плюс. 12. Правильно. 12А. Плюс. 12А. 12А. Вот секунду. Тут не 130. А 130 умноженное на 60. На самом деле, можно было, конечно, и сообразить, сколько это будет. Не проблема, да? 13 на 6 умножить... Сколько? 13 умножить на 60. 78, да. Но я бы советовал вам... Не надо, не надо. Я бы советовал вам... Смотрите, как написать. Именно так. 130 умножить на 60. Объясняю, почему. Это очень часто бывает, что умножаешь, а потом опять делишь. В общем, такая... Беспрессионная работа, так. Хорошо. Сколько будет 20, 15, 12 вместе? 47. 47. Отлично. Соответственно, это... Это здесь 47. Да. Это здесь. Но там было 60А. Давайте я сравнение... Секунду, я-то перепишу это сравнение, потом вы упростите. Итак, 60А это 47А плюс 130 умножить на 60. Что надо сделать, чтобы упростить? Соответственно, 130 умножить на 60. Да не надо это умножать. Надо упростить, надо понять... Перенести из... Ну, молодец, молодец. Перенести... Перенести 47А в ли... Да. Справа налево. И что будет? Что останется... Останется... Неверно. Останется 107А. Какие 107? Ничего. 13А. Мы из обеих частей отнимаем 47А. Это сколько будет? 13, конечно, пишем. 13А. Равно? Да. 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 Умножить на 60. Только в знак умножения напишите, чтобы было видно. Да. Так, отлично. Отлично. И что дальше? Соответственно, с чего нам? А равняется... А равна 10. Нет, не 10. 600. 600, ответ верен. Ну, а давайте по понятию напишем. Нет, секунду. 130. 130 делить на 12. Здесь пишем. 10 умножить на 60. Равно? Равно? Отлично. Все. Зачем тебе это? У тебя уже ответ написано. У тебя ответ уже написано. А это 600. Отлично. Отлично. Да, кстати, понятно, что мы задачу еще не решили, да? В задаче нас спрашивали, какую сумму... А нет, 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 стоимость лодки решили. Можно? 600 рублей. Стоимость лодки решили, да? А я понял, кто сколько обнес. Ну, конечно. Разделили на 3, получили 200 рублей, 150, 120. Да, 20. 316-я задача. Представьте число 45 в виде суммы четырех чисел таким образом, что после прибавления двойки к первому числу, вычитание двойки из второго числа, умножение третьего числа на 2 и деление четвертого числа на 2, эти числа становятся равными. Давайте я вам напишу это сначала в виде системы уравнений. Если наши числа это x, y, z и t, то смотрите, что должно быть. После прибавления двойки к первому числу, значит, x плюс 2, после вычитания двойки из второго числа, y и 0, 2, после умножения третьего числа на 2, это значит 2, z, и после деления четвертого числа на 2, все числа становятся равными. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. У нас система из четырех уравнений, почему четырех? Потому что действительно четыре равенства. Из четырех уравнений с четырьмя неизвестными, то получится, что необязательно вот так вот решать именно систему из четырех уравнений. есть простой способ взять другую неизвестную, не x, y, z, t, как я, а какую-то другую неизвестную, через которую все эти числа x, y, z и t удастся выразить, и в результате у вас получится уравнение, одно уравнение, в котором будет одна неизвестная. А это вы обычно решаете гораздо лучше. Спасибо. Кто-нибудь догадается, какую мы можем величину рассмотреть в качестве искомых. Оказывается, вместо x, y, z, t лучше есть что-то. Но можно сразу понять, что потом все числа станут равными, но они все станут x. x, x у нас уже буквы использованы. Ну, например, а. Отлично. На самом деле, правильное предложение. Можно взять и вот эту величину обозначить буквы какой-то. Вот то самое число, которому они все станут равны. А тут, а тут написано, что просто добавление... Так вот, будьте, наверное, все-таки каждое из чисел x, y, z и t выразите через букву а. Ну, получается x, а а минус 2. Пожалуйста, напишите прямо в формулу. x равняется числу а минус 2. Можно я? Нет, нельзя. x равно а минус 2. y равно а плюс 2. Правильно. 2z равно а... Нет, z, во-первых, пишется не так. Во-вторых, нас интересует не то, чему равняется 2z, а нас интересует, как выражается z через а. А можно а? z... Нет, нельзя. z равно... Главное, что надо уважать других людей. z равно... Проти играть. То, что тебя не вызвали к доске, это не повод для краха всей карьеры. z равно а... Главное, от чего у тебя вот такое желание всем доказать, что они все дураки, отойдем умным. Откуда? Почему нельзя более по-взрослому относиться? z равно а... Да, и до 2. Слушай, наверно. Я уже сегодня говорил. Гораздо удобнее в большинстве случаев писать горизонтальную черту, пожалуйста. И t... Нет, так горизонтальная черта пишется не здесь. И, наконец, t равна а... И 2 пишется не так. Да, и t равняется... 2а. Так, отлично. А вот теперь вы должны действительно составить уравнение. Берем вот это уравнение, все и переписываем. Вместо... Пожалуйста, здесь прям... 45 равняется... 45 равняется а-2. Очень хорошо. Плюс... Плюс а-2. Да. Плюс... Ой... Плюс... А вторых... Да. Плюс 2а. Отлично. Теперь решаем... 45 равно... А-2... Скобки уже пора раскрывать явно. Скобки уже явно пора раскрывать. Потому что вы так просидите внутри этих скобок. А-2 плюс А-2. Это сколько? А. А-2 плюс А-2. А-2. 2а. 2а, конечно. Так и пишем. Равно... 2а. 2а плюс... А-2. Вот мы все сложим. Плюс 2а. Прямо вам трудно написать нормальным образом двойку. Хорошо. Теперь складываем 45... Не складываем. Умножаем обе части на 2, чтобы избавиться от знаменателя. Девяносто. Девяносто. Равно 4а. Молодец. Плюс А. Плюс... Плюс 4а. Очень хорошо. Теперь... Девять А равно девяносто. А равно... Десять. А теперь подставляем... Ну, десяти. А теперь подставляем... Х это А-2. Х8. Слева каждого числа вы напишите, что же это за... Х8. Да. Игр 12. Очень хорошо. З5. Так... Сейчас... А, да. З5. И Т20. Все, 45. Ну, это уже проверка. На самом деле, конечно, понятно, что мы решали все правильно. И то, что у нас получилось 45, ничего удивительного в себе не представляет. Известно, что 4 персика, 2 груши и яблоко вместе весят 550 граммов. А персик, 3 груши и 4 яблока весят 450 граммов. Сколько весят персик, груша и яблоко вместе? Повторяю. 4 персика, 2 груши и 1 яблоко вместе весят 550 граммов. А персик, 3 груши и 4 яблоко весят вместе весят 450 граммов. Вопрос. Сколько весят персик, груша и яблоко? Давайте перепишем это без персиков, груш, а при помощи уравнений. Значит, смотрите. 4х плюс 2у плюс z равняется 550. х плюс 3у плюс 4у плюс 4у плюс z равняется 450. Вопрос. х плюс у плюс z чему равняется? Это типичная наша сегодняшняя задача. Абсолютно типичная задача. Мы должны из двух уравнений суметь каким-то образом выразить величину х плюс y плюс z. Заметьте, у нас неизвестных 3, а уравнений у нас 2. Поэтому надежды на то, что все числа x, y и z удастся вычислить, у нас нет. Но тем не менее, решить задачу можно. Пожалуйста. Можно все сложить это? Не все, а два уравнения. Два уравнения сложили. Получается 5х плюс 5у плюс 5у плюс 5z равно 1000. Выносим за скобки 5х плюс y плюс z равно 1000. Получается, x плюс y плюс z равно 200. Спасибо. Правильно. Действительно, достаточно было сложить это уравнение. Конечно, можно было и методом исключения это решать. Но в данном случае было совсем очевидно, что достаточно сложить. 318. Передо мной лежат 3 стопки тетради. Если же из первой переложить в третью 2 тетради, то во второй и в третьей стопках тетради станет поровну. Если же из первой переложить в третью 3 тетради, то станет поровну в первой и третьей стопках. Сколько тетрадей надо переложить? Внимание. По-прежнему из первой в третью, чтобы поровну стало в первой и второй стопках. Передо мной лежат 3 стопки тетради. Если из первой переложить в третью 2 тетради, то во второй и третьей стопках тетради станет поровну. Если из первой переложить в третью 3 тетради, то поровну станет в первой и третьей стопках. Сколько тетрадей нужно переложить из первой стопки в третью, чтобы поровну стало в первой и второй стопках? Подсказка. Давайте мы сделаем очень просто. Мы напишем, что в первой стопке в начале х тетрадей, во второй стопке в начале у, а в третьей стопке в начале z тетрадей. И каждую нашу операцию перекладывания просто запишем формулами. Смотрите, что значит переложить из первой стопки в третью, да? Это из первой вычесть 3. Правильно. Из первой, только не 3. Но 2. Из первой вычесть число 2. И к z плюс 2. Совершенно верно. И к количеству в третьей тетради добавить двойку. И что за уравнение у нас тогда будет? Во второй и в третьей оказалось поровну. И равен z плюс 2. Совершенно верно. y это z плюс 2. Вот одно уравнение. Если мы перекладываем из первой в третью, то становится x минус 2 в первой, z плюс 2 в третьей. И уравнение записывается так. y это z плюс 2. Теперь, если мы перекладываем из первой в третью 3 штуки, тогда что будет, да? x минус 3, z плюс 3. Совершенно верно. В первый и в третий поровну. Значит, как записывается уравнение? x минус 3, это количество в первой. Должно равняться чему? z плюс 3. Должно равняться числу z плюс 3. Отлично. Теперь нужно понять, какой же вывод из этих двух равнений. Давайте я их все-таки отдельно напишу. Значит, и так. y это z плюс 2. x, ну давайте я уже напишу. x это z плюс 3, правда? z плюс 6. Здесь было минус 3. Мы перенесем в эту часть. Получится z плюс 6. Спрашивают, сколько надо перенести из первой в третью, чтобы стало в первой и второй поровну? Ух ты, даже как-то непонятно. А хотя понятно, господа. А давайте я просто, что называется, заново напишу, сколько где чего. Я же могу вместо y написать z плюс 2. z плюс 2. А вместо x я могу написать z плюс 6. Теперь еще раз внимательно смотрим на вопрос задачи. сколько надо перенести из первой в третью, чтобы в первой и второй стало поровну? Да? 4. 4. Почему 4? Потому что здесь тогда станет z плюс 2. Здесь будет по-прежнему z плюс 2. И стратив половину денег, я заметил, что... Осталось вдвое меньше рублей, чем было первоначально копеек. И столько же копеек, сколько было первоначально рублей. И вот вам таблица. Вот вам таблица. Требуется разумно ввести неизвестное, чтобы естественным образом вы могли записать условия этой задачи в виде таблицы. И после этого... Давайте еще раз. И стратив половину денег, я заметил, что осталось вдвое меньше рублей, чем было первоначально копеек. Тут имеется в виду, что этот человек носит деньги также рублями и дальше некоторое количество копеек, которое меньше 100. То есть он такой вот аккуратный. Как только у него набирается 100 копеек, он сразу же их меняет на рубль. Конечно, таких людей на свете немного, но будем считать, что у нас такой образцово-показательная математика задачи. Ну, какие неизвестные... Что обозначим буквой х, что обозначим буквой у? Да, и... Х мы поставим за рублей, а у за копеек. Ну, смотрите, осталось вдвое меньше рублей, чем было первоначально копеек. Вдвое меньше рублей стало, да? У меня предложение такое. Все-таки давайте мы здесь напишем х, а здесь напишем 2х. Дело в том, что когда числа... Заметьте, я сейчас в результате обойдусь без дробей. Понимаете, да? Я записал такое условие. Осталось вдвое меньше рублей, чем было первоначально копеек. То есть, если первоначально было 2х копеек, то стало х рублей. А вот дальше. И столько же копеек, сколько было первоначально рублей. Как это записать? Столько же копеек, сколько первоначально было рублей. Здесь игреки, правильно? Да. Отлично. Отлично. А вот теперь надо суметь как-то написать такое условие. Истратив половину денег. Для этого надо, во-первых, все в копейках выразить. Сколько у него в начале было, если все считать в копейках. И сколько у него в конце было, если опять все считать в копейках. Как выразить в копейках общую сумму денег? Да? Возможно, 100у. Что? 100у плюс 2х. 100у это рублей. О! Ребята, я виноват. Я же не... Понимаете, да? Мне же надо было... Это же вот сюда надо было поставить графу, поэтому у вас проблемы, действительно. Извините, пожалуйста. Это я виноват. Всего копеек. Это меня просто подвела доска. Потому что я хотел сделать красиво. Тут вот было место. Я еще как-то сомневался, но потом вот... Видите, не все, что красиво надо делать. Значит, итак, было, конечно же, 100у плюс 2х. 100у плюс 2х. А стало сколько? 100х плюс 2х. Согласны? Да. Отлично. А теперь как написать, что истратил половину денег? Какое число в два раза меньше какого? 100х плюс 2х. Вот это число, да, нижнее, в два раза меньше этого. Да. Как это записать в равнении? 100х плюс 2х. 100у плюс 2х. 100у плюс 2х. Хотите это разделить на 2 и приравнять этому? Хотите это умножить на 2? Ну хорошо, ладно. Если вам приятнее делить, то разделим. Значит, разделить на 2. Хотя, совершенно спокойно, мог и не вот это умножаться на 2. Это 100х плюс 2х. Поняли? Отлично. А теперь нам бы с вами уравнение написать без знака гуления. Значит, 50у плюс 2х. Это 100х. Это 100х плюс у. Отлично. У налево, х направо. И получается замечательное уравнение. 49у равняется 99х. Давайте анализировать. Количество копеек не бывает больше 100. Что это означает в нашем случае? Что вот это вот число y, да? Другое? Нет. Оно целое. Но оно меньше 100. Какие числа подходят в качестве x и y? В качестве x годится 49, а в качестве y? 99. Вы абсолютно правы. Если вот здесь вот в качестве y подставишь 99, а в качестве x подставишь 49, то получишь 49 умножить на y то же самое, что 99 умножить на x. И больше, чем 99 подставить нельзя. То есть, в принципе, можно было бы здесь подставить в 2 раза больше обык, или там в 3 раза больше. Но нельзя из-за того, что вот есть такое ограничение. Мы нашли окончательный ответ. Значит, начал день он с того, что было 99 рублей и 98 копеек, а закончился у него день, когда было 49 рублей и 99 копеек. Сумма уменьшилась ровно в 2 раза. Договорились? Так, 320. В Великобритании и в Соединенных Штатах температуру измеряли раньше по шкале Фаренгейта, в которой температура плавления льда, то есть то, что называется 0 градусов по Цельсию, когда лед становится жидким, в которой температура плавления льда составляет 32 градуса. Зависит от атмосферного давления. И если вы подниметесь высоко-высоко в горы, то, как ни странно, атмосферное давление сумеет достаточно сильно измениться, чтобы чайник тепел при другой температуре. Так, это первое. Дальше. Все понимают, что есть такая вещь, как абсолютный ноль. Что это такое? По Цельсию примерно сколько? Когда ниже, не выше. Абсолютный ноль – это температура, ниже которой не бывает. То есть, вообще температура бывает за счет движения, за счет того, что молекулы беспорядочно колеблются. А вот сколько примерно температуры, ниже которой не бывает? 40. Да? Минус 273 и одна десятая. Совершенно. Ну, там десятые, это можно уточнять. Действительно, минус 273 с чем-то градусов. Да. Забавно, что это не так уж и глубоко. Правильно? То есть, минус 70 градусов на земной поверхности бывает. Ну, не в Москве, конечно. Хотя, слушайте, нет, минус 40 я сам вполне… То есть, я такую температуру видел. Вот, минус 40 градусов. Ощущение, конечно, очень необычное. Человек даже может выжить. Человек много чего может. Человек много чего может. Он способен быть. Вот. Вопрос в другом. Насколько долго он так может выжить? Так вот, если по Цельсию 0 градусов, то по Фаренгейту это 32. Дальше. Температура 100 градусов по Цельсию. Это сколько по Фаренгейту? 212. 212, совершенно верно. Книжка у всех есть. Вот. 312. А теперь вопрос. Какая формула переводит градусы Цельсия в градусы Фаренгейта? Оказывается, что выглядит она очень просто. Чтобы найти температуру по Фаренгейту, надо, оказывается, сделать следующее. Есть некоторый коэффициент, который мы с вами сейчас узнаем, который надо умножить на температуру по Цельсию. И к этому надо еще прибавить некоторое число. Вот наша цель узнать, чему равняется число В и чему равняется число К. И тогда мы научимся любую температуру переводить из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. На самом деле, довольно во многих местах еще измеряют по Фаренгейту, то есть далеко не везде градусы Кельвина. Кельвина – это там, где отсчитывают от абсолютного нуля. Где ноль градусов – это абсолютный ноль. А изменение на один градус по Кельвину и по Цельсию – это одно и то же. Кстати, все знают, как сам Цельсий изобрел свою шкалу? История там замечательная. Понимаете, нужно же было придумать… Когда спряла вода, а стоит, когда дай улет. Молодец, знаешь, да. Только он поменял местами. История простая. Вначале было наоборот. Вот эти два числа были наоборот. И ничего страшного, этим тоже можно было пользоваться. Разница только психологическая. То есть, когда нагревали, то температура уменьшалась. А сейчас наоборот. Когда вы нагреваете, температура увеличивается. Хотя, на самом деле, конечно, разница не только психологическая. Потому что в нынешней системе все-таки высокие температуры изображаются положительными числами. Температура, она снизу не бывает. По Цельсию, там, меньше, чем минус 273, там, с небольшим. А вверх она бывает 10 тысяч градусов легко. Понимаете, да? И там на звездах температура гораздо-гораздо больше. Поэтому вверх она очень… Потому что быстро двигаться, в общем, гораздо проще, чем не двигаться совсем. Итак, кто скажет, как из этой таблицы легко получить уравнение на числа К и В и как их найти? Как только мы с вами найдем вот эту замечательную формулу, так мы с вами, например, научимся наше любимое 36,6 переводить в градусы Фаренгейта. Интересно, что является нормой для американцев? Мне даже страшно подумать. Знаем, узнаем. И давайте узнаем. Вот такая самая страшная температура – это, как известно, 41 градус. Это уже человек больной. 41 еще бывает, а вот дальше уже наступает… Кстати, что наступает? Смерть. Почему? Слишком жарко. Нет, замечательно. Слишком жарко и что? Там все органы такие нажимают. Отлично. Почему? Лопаться там. Замечательно. Почему? Что происходит? Давление. Почему живое анонимное не может… Давление. Давление. То есть, ты думаешь, что у тебя там внутри вода закипает? А. Вода закипает при 100 градусах. Отлично. Вода закипает при 100 градусах. Снаружи температура холоднее. И что? Извини, снаружи температура холоднее, снаружи температура жарче. Ты спокойно можешь выйти на улицу и пройтись, и при этом не помрешь. То же самое, в большую жару ты можешь пройти, и тоже ничего страшного. Важно, какая температура внутри человека, а не снаружи. Человек, теплокровное животное, он управляет температурой своего тела. Повторяю вопрос. Кто знает, что происходит при 42 и выше? Я не могу. Скажем. А? Почему? То есть, действительно, человек начинает себя чувствовать очень плохо. Вопрос, почему? Потому что они не выдерживают. Что это не так? Что не выдерживает? Если вы возьмете самое обычное яйцо, и посмотрите, что происходит, когда белок яйца попадает в горячую воду. Видите, когда-нибудь? Да. Если, раз, вот, ну, положите яйцо в кастрюльку, и вдруг окажется, что оно треснутое. Да. Тогда из яйца такие волосики белые. Да, получается. Замечательно. А что это такое? Белок. Белок. При высокой температуре он сворачивается. А именно, молекула белка меняет свой тип, свою пространственную структуру. Причем меняет навсегда. А если вы могли замечать, что, ну, свежие яйца, там это жидкость, да, белок этот самый. А если вы сварите, то он превращается, да? В такое структуру. В такое твердое. И вот назад уже не бывает. То есть, если вы дальше охладите, то опять это в жидкость не превратится. Это так называемая денатурация белка. Ну, разумеется, там в организме происходит еще многие-многие тысячи других процессов. Као множество. Као пишется не совсем так, правда? Да. Ка умножить. Ну, все равно не так. Ну, одна ошибка исправлена, а дальше мы не можем наставить, правда? Вот. Млюс Б. Между прочим, из этого уравнения очень легко найти Б. Чему равно Б? Отлично. Пишите, пожалуйста. Б равно 22. Замечательно. Теперь, пожалуйста, давайте вот здесь подставьте другие два числа, а именно 212 и 100. 212 это К умножить на 100. К умножить на 100 плюс 32. Б это 32 уже можно писать. Отлично. Можете ли вы отсюда найти число К? Да. 212 минус 32. Сколько? 180. 180. 180, молодцы. Пишите. 180 это 100К. Совершенно верно. К равен. К это 1,80. Спасибо. Все правильно. Значит, здесь стираю и пишу 1,80. Так, ну хорошо, давайте не 41, видно, что здесь удобно умножать на 40. Так, 1,80 умножаем на 40. Интересно, что это будет. Это будет 18 умножить на 4. То есть 32 плюс 72, правильно? Значит, это сколько градусов? 104. А что? Между прочим, это удобно. Если у тебя температура 104 градуса, значит ты сильно больной. Так, давайте проверим наши 36,6. Ну тут надо умножать. Тут надо умножать. Я буду благодарен тебе, кто им поможет. Надо 36,6 умножить на 1,80. Так, естественно, я успею быстрее, чем вы. Так, 65,88. Еще надо 32 прибавить. Получается 97,88. Смотрите, ребята. Получается, что американцу может даже дожди, чем мы. Ему надо всего лишь запомнить. 98,99 градусов – это нормальная температура. По Фаренгейту. 98 градусов, да? Ну это почти 98. Да. 98 градусов – это твоя идеальная температура. 99 – это еще в пределах что? А если американец, который не знает температуру Цельсию, кто-то знает в ринкейте, и он возьмет Цельсию, то… Не возьмет, не возьмет. Так же, как вы не возьмете там линейку, которую измеряют в дюймах. Каждый, естественно, пользуется привычными приборами. А если у тебя температура за 100, даже легче запомнить, чем у нас. Так что не такие уж они и дураки. Если у тебя температура за 100, ну, чем больше за 100, тем хуже. Затом на урок? Да. Вот, хорошо. Тут есть в Б. Существует ли температура, значение которой по шкалам Цельсия и Фаренгейта одинаковы? То есть, бывает ли, что и здесь х, и здесь то же самое число х? Но это очень легко решить. Это нужно просто вот в эту замечательную формулу подставить букву х в обе части. Что у нас получится? Какое уравнение? Х. Х равен чему? Ну, целую. Х. Это 1,8. Х плюс? 32. Ужасно интересно. Х вычитаем из обеих частей. Получается, 8 десятых х плюс 32. 32 переносим в другую часть и умножаем на 10. Получается, минус 320 это 8х. Значит, х это сколько? 4. Неправда? 40. И не 40, а минус 40. Ребята. Оказывается, что 40-градусный холод, это и по Фаригейту 40-градусный холод, и по Цельсию это все равно 40-градусный холод. То есть в этой точке шкалы показывают одно и то же.